Привет всем! С вами профессор Гуглов. Живя в 21 веке, нам кажется, что мы уже знаем все. Но сегодня мы с вами поговорим о 13 природных феноменах, не изученных человеком. Первое. Эффект плацебо. Не пытайтесь повторить это дома. Итак, в течение нескольких дней вы причиняете кому-то боль по нескольку раз в день. Вы уменьшаете боль при помощи морфия, вплоть до последнего дня эксперимента. А потом заменяете морфий физиологическим раствором. И угадайте, что происходит? Физиологический раствор снимает боль. Второе. Проблема горизонта. Наша Вселенная оказывается необъяснимо едина. Посмотрите на пространство от одного края видимой Вселенной до другого. И вы увидите, что на всем протяжении фон микроволнового излучения в космосе имеет одинаковую температуру. Это не кажется удивительным до тех пор, пока вы не вспомните, что эти два края находятся на расстоянии 28 миллиардов световых лет друг от друга. А нашей Вселенной всего лишь 14 миллиардов лет. Ничто не может двигаться со скоростью, превышающей скорость света. Поэтому невозможно, чтобы тепловое излучение смогло пропутешествовать между двумя горизонтами и уравновесить горячие и холодные зоны, образовавшиеся во время Большого Взрыва, установив то тепловое равновесие, которое мы видим сейчас. Третье. Ультраэнергетические космические лучи. Вот уже более 10 лет физики в Японии наблюдают космические лучи, которые не должны существовать. Космические лучи – это частицы, которые путешествуют во Вселенной со скоростью, близкой к скорости света. Некоторые космические лучи приходят на Землю в результате насильственных событий, таких как взрыв сверхновой. Но мы ничего не знаем о происхождении высокоэнергетических частиц, наблюдаемых в природе. И даже это еще не настоящая тайна. Четвертое. Феномен гомеопатии. Мадлен Энис, фармаколог из Королевского университета Белфаста, настоящее бедствие для гомеопатии. Она выступила против заявлений гомеопатов о том, что химическое средство может быть разбавлено до такой степени, что образец не будет содержать практически ничего, кроме воды, и в то же время обладать исцеляющей силой. Энис решила раз и навсегда доказать, что гомеопатия является просто болтовней. Пятое. Темная материя. Возьмите наше самое лучшее знание о гравитации, примените его к вращению галактик, и вы сразу же обнаружите проблему. Согласно нашему знанию, галактики должны распадаться. Галактическая материя вращается вокруг центральной точки, поскольку ее гравитационное притяжение создает центростремительные силы. Но для создания наблюдаемого вращения в галактиках не хватает массы. Шестое. Жизнь на Марсе. 20 июля 1976 года Гилберт Левин сидит на самом краешке своего кресла. На расстоянии миллионов километров от него, на Марсе, спускаемый космический аппарат «Викинг» взял образцы почвы. Аппаратура Левина смешала их с веществом, содержащим углерод-14. Ученые, участвующие в эксперименте, считают, что если в почве обнаружатся выбросы метана, содержащие углерод-14, то на Марсе должна быть жизнь. Анализаторы «Викинга» дают положительный результат. Нечто поглощает питательные вещества, преобразовывает их, а затем выделяет газ, содержащий углерод-14. Но почему же нет праздника? Седьмое. Тетранитроны. Четыре года назад были обнаружены шесть частиц, которые не должны были существовать. Их назвали тетранитронами – четыре нейтрона, которые находятся в связи игнорирующей законы физики. Группа ученых из Кана под руководством Франциска Мигеля Маркеса выстреливала ядра бериллия в небольшую углеродную цель и анализировала их траектории с помощью детекторов. Ученые ожидали увидеть, что четыре разных нейтрона попадут в разные детекторы. Вместо этого они обнаружили только одну вспышку света в одном детекторе. Энергия этой вспышки показала, что все четыре нейтрона попали в один и тот же детектор. Возможно, это просто совпадение. И четыре нейтрона случайно попали в одно и то же место в одно и то же время. Но это до смешного маловероятно. Вместе с тем, такое поведение немаловероятно для тетранитронов. Правда, некоторые могут возразить, что согласно стандартной модели физики элементарных частиц, тетранитроны просто не могут существовать. Ведь по принципу Паулия, в одной системе не существует даже двух протонов или нейтронов, которые могли бы обладать одинаковыми квантовыми свойствами. Удерживающая их вместе ядерная сила такова, что не может удержать даже два одиночных нейтрона, не говоря о четырех. Маркес и его группа были настолько ошеломлены полученными результатами, что похоронили эти данные в научном труде. Который гласил о некой вероятности открытия тетранитронов в будущем. Ведь если начать менять законы физики, чтобы обосновать связь четырех нейтронов, возникнет хаос. Восьмое. Аномалия Пионер. С 1972-го американцами был запущен космический аппарат Пионер-10. На его борту находилось послание внеземным цивилизациям. Табличка с изображениями мужчины, женщины и схемы расположения Земли в космосе. Год спустя вслед за ним отправился Пионер-11. К настоящему времени оба аппарата уже должны были находиться в дальнем космосе. Однако необычным образом их траектории сильно отклонились от расчетных. Девятое. Темная энергия. Это одна из самых известных и наиболее трудно разрешимых проблем физики. В 1998 году астрономы обнаружили, что Вселенная расширяется со все большей скоростью. До этого считалось, что после Большого взрыва расширение Вселенной замедляется. Разумного объяснения этому открытию ученые до сих пор не нашли. Одно из предположений – за это явление ответственно некое свойство пустого пространства. Космологи назвали его темной энергией. Но все попытки идентифицировать ее потерпели неудачу. Десятое. Десятая планета. Если вы отправитесь в путешествие к самому краю Солнечной системы, в холодную зону пространства за Плутоном, то увидите нечто странное. После прохождения пояса Койпера в области космоса, изобилующей ледяными скалами, вы внезапно увидите пустое пространство. Одиннадцатое. Космический сигнал «Вау». Он продолжался 37 секунд и пришел из космоса. 15 августа 1977 года на распечатке радиотелескопа в штате Делавер самописцы начертили «Вау». И 28 лет спустя никто не знает, что было причиной этого сигнала. Импульсы пришли из созвездия Стрельца на частоте около 1420 МГц. Передачи в этом диапазоне запрещены международным соглашением. Природные источники излучения, такие как термические выбросы планет, охватывают гораздо более широкий диапазон частот. Что же явилось причиной излучения этих импульсов? Ответа до сих пор нет. Ближайшая к нам звезда в этом направлении находится на расстоянии 220 световых лет. Если сигнал пришел оттуда, то это должно быть либо огромным астрономическим событием, либо развитой внеземной цивилизацией с удивительно мощным передатчиком. Все последующие наблюдения на том же участке неба ни к чему не привели. Сигнала подобного «Вау» больше не зарегистрировано. Двенадцатое. Такие непостоянные постоянные. В 1997 году астроном Джон Уэбб и его группы из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее проанализировали свет, приходящий на Землю от далеких квазаров. В своем путешествии длительностью в 12 миллиардов лет свет проходит через межзвездные облака, состоящие из металлов, таких как железо, никель и хром. Исследователи обнаружили, что эти атомы поглощают фотоны света квазара, однако совсем не те, что ожидалось. Единственное более-менее разумное объяснение этому явлению состоит в том, что физическая постоянная, называемая постоянной тонкой структурой или альфой, имеет другую величину при прохождении света через облака. Но это ересь. Альфа является чрезвычайно важной постоянной, определяющей, как свет взаимодействует с материей, и она не должна изменяться. Ее значение, среди прочего, зависит от заряда электрона, скорости света и постоянной планка. Возможно ли, чтобы какие-то из этих параметров действительно изменились? 13. Низкотемпературный ядерный синтез. После 16-летнего отсутствия он вернулся. Хотя на самом деле низкотемпературный ядерный синтез и не исчезал. Начиная с 1989 года, лаборатории ВМФ США провели более 200 экспериментов, призванных выяснить, могут ли ядерные реакции при комнатной температуре генерировать больше энергии, чем потреблять. Считается, что это возможно только внутри звезд. Управляемый ядерный синтез решил бы многие мировые энергетические проблемы. Неудивительно, что Министерство энергетики США так в нем заинтересовано. В декабре прошлого года, после длительного рассмотрения всех доказательств, оно заявило, что открыто для предложения по новым HTC-экспериментам. Ну что ж, друзья, на этом все. И несмотря на такой сложный материал, теперь вы знаете больше. С вами был профессор Гуглов. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok